Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня» сегодня веду я, Михаил Горин. В результате взрыва в лондонском метро пострадало не менее 29 человек. С подробностями из столицы Великобритании журналист Юрий Галигорский. Здравствуйте, Юрий! Добрый день! Сегодня поступило сообщение, что задержано уже двое подозреваемых в совершении этого теракта. Что-нибудь известно о том, кто эти люди? Любопытно то, что обыски проводились в семье, где жил по крайней мере один из них. Эта семья очень известная в Великобритании. Они приемные родители, которые берут на воспитание трудновоспитуемых или детей, потерявших родителей. Они таким образом воспитали более 300 детей. И несколько недель назад они дали интервью, что сейчас у них на воспитании находится несколько беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана. И вот, очевидно, первый тот, кого задержали вчера, 18-летний, был именно одним из тех, кого взяли на и публикуются в интересах следствия. Но любопытно также и то, что первоначально полиция предполагала, что речь идет о террористе-одиночке. Однако в течение буквально нескольких часов полиция изменила свое мнение и сейчас разыскивает сообщников. Очевидно, было бы разумно сказать, что повезло не только тем, кто находился в момент взрыва в вагоне метро, но и также сотрудникам полиции и контрразведки, потому что бомба не взорвалась. И значит, на том, что удалось найти в вагоне, были найдены остатки ДНК, были найдены определенные улики, которые позволили полиции судить, что речь идет об изготовителе бомб, который также изготовил аналогичную бомбу для терракта в Манчестере. Это значит, что существует определенная ячейка, в которой, по крайней мере, один технарь готовит такие бомбы. Понятно. Юрий, такой вопрос. Вскоре после теракта премьер-министр страны подняла уровень террористической угрозы до высшего. Критического. Высшего, что называется, не бывает. Это связано ли это с тем, что есть информация о каких-то, возможно, будущих других терактах? Это первый вопрос. И второй. Как это отражается на повседневной жизни того же Лондона, допустим? Ну, это именно, очевидно, проистекает из того, что я только что сказал, что если бы это был террорист-одиночка, которого вчера удалось задержать, то тогда уровень опасности не был бы поднят до критического. Но в тот момент, когда полиция и служба безопасности установили, что речь идет о группе подозреваемых, вполне возможно, есть вероятность, серьезная опасность того, что будут осуществлены дополнительные еще какие-то теракты в различных частях Великобритании. Потому что вы знаете, что волна террора перекинулась от Манчестера до Лондона. Довольно значительный промежуток британской территории. Поэтому, очевидно, действует какая-то группа, которая намерена проводить такие теракты в различных частях Великобритании. Поэтому было принято решение поднять уровень с серьезного до критического. Выше этого уровня не бывает. Это значит усиленные наряды полиции, вооруженной полиции. И вчера заместитель верховного комиссара полиции говорил о том, что, очевидно, на улицы могут быть выведены войска для патрулирования важных перекрестков. То есть, для самих лондонцев никаких ограничений нет? Нет закрытых зон? Абсолютно никаких ограничений. Через несколько часов начнется важный футбольный матч с участием команды Челси. Полиция просто попросила болельщиков прийти на час раньше, потому что будет проводиться очень тщательная проверка тех, кто будет сидеть на трибунах. Но для жителей Лондона, для гостей, для туристов нет абсолютно никаких ограничений. Жизнь продолжается. И в этом есть глубокий смысл. Лондонцев не запугать. Да, красивая фраза лондонцев не запугать. У нас в Израиле тоже порой ее произносят после очередного теракта. Но иногда мы становились свидетелями того, как людей охватывает в буквальном смысле, ну если не отчаяние, то некий пессимизм и даже боязнь, когда люди после серии терактов боялись сесть в общественный транспорт, решали лишний раз не ходить на какие-то мероприятия. Михаил, такова природа человека. Когда вы слышите громкий хлопок, выхлопа автомобиля или гром молнии, я не знаю людей, которых это не пугает в первую секунду. Однако вы приходите в себя со временем и понимаете, что жизнь продолжается. И бояться этих людей это значит идти у них на поводу. И жизнь очень скоро возвращается в нормальное русло. Так что давайте не будем сгущать краски. Есть опасность, серьезная опасность. Но я думаю, что силы безопасности делают все возможное, чтобы свести эту опасность до минимума. По поводу опасности. Буквально сегодня французская пресса опубликовала некий секретный отчет французской полиции, в которой она анализирует возможные в будущем, в ближайшем, причем будущем, террористические угрозы. И там, среди прочего, говорится, что террористы, именно связанные с исламским государством, полностью изменили в последнее время тактику своих действий. Здесь нет каких-то организованных взрывов, ячеек и так далее. Речь идет о том, что некий просто человек снимает машину и начинает давить прохожих. Среди прочего, вот в этом секретном отчете говорится, что есть основания полагать, что они перейдут к таким диверсиям, как подрывы в метро, отравление пищи, воды и так далее. На ваш взгляд, все это может в конечном итоге действительно посеять панику, то есть то, чего они и добиваются? Я думаю, это вызовет озабоченность, но не думая, что посеять панику, вы не предполагаете, что население Великобритании переместится куда-то в другое место из-за опасений того, что кто-то может произвести взрыв в метро. Дело в том, что этот отчет, очевидно, свидетельствует об отчаянии террористов, которые перешли к таким методам, как нож, автомобиль или, как вы говорите, возможность отравления воды. Да, существует опасность массового поражения, да, существует такая опасность, но я не знаю сейчас вдаваться в панику и говорить о том, что возможны массовые жертвы, ну и что дальше, что вы предполагаете? Конечно, те, кто несет ответственность за нашу безопасность, должны принять этот отчет во внимание и что-то делать. Такая опасность существует, но опять же, Великобритания не знала сапог иностранного оккупанта около тысячи лет. Инстинкт самосохранения здесь немного притуплен. Последние пять-шесть террористических актов на территории Великобритании несколько взбудоражили общественное мнение. Общественное мнение начинает просыпаться и думать, что же нам делать дальше. Очевидно, будут ужесточены какие-то законы, будут предприняты какие-то меры, но речь, очевидно, идет о долгосрочной политике. В обозримом будущем мы должны надеяться на то, что полиция и силы безопасности сделают свою работу и оградят нас от возможности такого массового теракта. Ну хорошо, будем действительно надеяться на это, на то, что служба безопасности и руководство примут все меры для того, чтобы нас не постигло что-то более существенно страшное. Юрий, большое спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго и будьте здоровы. С Новым годом. С Новым годом взаимно. Напомню, что с нами на связи из Лондона был журналист Юрий Галигорский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова